Заместителем главы администрации назначен иногородний чиновник. Кандидатуру Александра Ященко на пост утвердили сегодня депутаты городской думы. До приезда в Киров Ященко работал в Сочи заместителем главы города по вопросам городского хозяйства. А также в Орловской области он был руководителем департамента строительства транспорта и ЖКХ. В Кирове же Александр Ященко будет курировать в мэрии вопросы благоустройства и ЖКХ. О том, чем еще запомнилось последнее в этом году заседание городских депутатов, расскажет Дмитрий Житарчук. С корректировкой бюджета уходящего года начали свое заседание депутаты Кировской городской думы. Необходимо внести изменения в главный финансовый документ города из-за того, что доходы и расходы пришлось сократить. Есть тому несколько причин. К примеру, на муниципальной собственности заработать сумму, которую закладывали ранее в бюджет, не удалось. Бюджетные назначения по неналоговым доходам уменьшаются в целом на 105 миллионов рублей. В том числе по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 190,4 миллиона рублей в связи с низким спросом на объекты, реализуемые по программе приватизации муниципального имущества. По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 25,4 миллиона рублей, что обусловлено выкупом арендуемых помещений с объектами малого и среднего предпринимательства. При этом безвозмездные поступления, в том числе и с федеральной казны, увеличились на 82 миллиона. Кроме того, администрации удалось сократить расходы на обслуживание муниципального долга. Досрочно погасили ряд коммерческих кредитов, сэкономили в итоге на процентах. Деньги эти пустят в дело. За счет экономии расходов на реализацию отдельных мероприятий увеличиваются бюджетные сигнования. На оплату труда отдельных категориев работников бюджетной сферы в целях выполнения майских указов президента Российской Федерации. На организацию питания детей в образовательных организациях. На оплату коммунальных услуг в детских дошкольных учреждениях. Поправки в бюджет уходящего года депутаты одобрили, как и предложение управления ЖКХ, внести изменения в положение о специализированном жилищном фонде. Это маневренное жилье, жилье для сирот, переселенцев и другие объекты. Власти разрешают отныне нанимателям такого жилья переехать в квартиры меньшей площади в целях экономии. Данное предложение выносим с целью социальной защиты тех проживающих граждан, снижаться оплата с жилого помещения. Принято единогласно. Следующее заседание городской думы состоится уже в 2018 году. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.